Всебелорусская сходка героев Босха Головченко, теперь надо реализовать все те мудрые мысли, которые я на Всебелорусском народном собрании бракнул Уже, товарищ Гарант, реализовали, мля, арестовали всех парикмахеров А этих-то за что? В целях профилактики, вы же сами сказали, чтоб ни один волос не упал с голов тех, кто сейчас служит Гаранту Это все полумеры, зарубите себе на носу Для нашей всеобщей безопасности нам нужна новая, серьезная до бешенства Конституция Уже начали писать, можно начать так, источником власти является народ Я возражаю, нельзя так начинать, власть же там, где деньги, а у народа их нет Вот ты безголовченко, ну зачем ты это кричишь на всю площадь? То, что у народа нет денег, это совершенно секретная информация Ее надо говорить шепотом Хорошо, я прошепчу, все деньги у вас, в вашем личном президентском фонде Так что, писать источником власти является ваш личный президентский фонд? Ну ты с ума сошла, Наташа? Какой же дурак такой пишет в Конституции? А что тогда писать? Не можете сами придумать? Подсмотрите у кого-нибудь, украдите в конце концов Я, товарищ гарант, тоже предлагаю не изобретать велосипед, а посмотреть варианты Конституции у дружественных нам режимов У Венесуэлы, Зимбабве или вот у Муамара Каддафи очень занятная Конституция была Это там, где его на кол посадили Ты, Макей, думай, что предлагаешь Нам кол не нужен Это, во-первых, неконструктивно А, во-вторых, больно Нам нужны другие идеи Тогда, может, как в Северной Корее Будем развивать идеи чучхэ? А что? Неплохая идея В Северной Корее границы на замке А позиции нет Народ голодает Недовольных расстреливают А народная любовь от этого только крыбчает Вот-вот, моего друга Кимчинына там любят почти так же сильно, как меня Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента Так что готовьте проект Конституции на принципах этой самой чучхи Так и запишем в Конституции Чучхе – это опора на собственные силы Так и пишем А если собственных сил не хватит То будем опираться на силы Вавана Жесткий режим построим По гениальному чучхе к шаблону Ходить все будут строим Они согласны сидеть на зонах Мы так сейчас перестроимся, что запад просто взмолится Плевать на санкции цивилизации Мы будем противостоять Всякий протест немедленно придушим Не разрешим свободы ни глотка По всей стране моей глотки простых людей Крепко заткнет теперь гаранта рука Не понял, а это кто такой? Это основатель идеи чучхе товарищ Ким Ир Сен Так сказать, пример очень сильного культа личности вождя Нет, Наташа Этот новый культ личности нам не надо Вот я и говорю У нас еще и старый вполне Ну тогда, товарищ гарант Вам надо войти в соответствующий образ В образ? Так я уже давно в нем Вот, учитесь, как надо проводить модернизацию самого себя Гениально! А ну-ка, Голоченко, огласи нам список мероприятий По переходу страны на торжество нерушимых принципов чучхе Товарищ Лукачен, докладываю Засеяны азимы и под будущий высокий урожай рыса Значительно увеличено поголовье собак Для производства суверенной собакатины Определены нормы выдачи населению Пайков съедобного мха и лебеды А как обстоят дела с подготовкой трудовых профилакториев? Колючую проволоку растянули Вышки поставили Готовимся принять очередную партию подозрительных и недовольных Так куда же смотрит КГБ? Тертин, шо, у нас еще остались недовольные? К сожалению, пока есть В отличие от Северной Кореи У нас не все еще соглашаются голодать Это никуда не годится Программа сокращения потребления рыса под угрозой Зарубите себя на носу Если так будет продолжаться, я вам устрою полное чучхе О том, что такое полное чучхе, пишут честные северхорейские СМИ Вот, например, читаю Больная головой Хенсук решительно встала с постели, горя только одним желанием Выращивать больше риса и радовать великого покойного руководителя товарища Ким Ирсена Вот это я понимаю Люди Не чита тем белорусам, которые только и задают глупый вопрос Когда же у нас, наконец, сменится президент? Повторю Вот оно, полное чучхе Успехи нашей дипломатии очевидны Россия семимильными шагами гордо идет по пути международной изоляции И с этого пути нас уже никто не заставит свернуть Через войны, пожары века Мы сквозь это пройдем налегке Не построить Россию пока Не придут к нам идеи чучхе Чучхе Нам Путин дал приказ Чучхе В России пробил час Чучхе Основа наше скреп ЕС Трепещет и госдеп Чучхе Мы готовы к разрыву отношений с Евросоюзом Если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики Как говорится, хочешь мира, готовься к войне Да, Лавр, ну ты загнул к войне Так они первые начали Лезут в ваш, не ваш дворец Ёршики с унитазами оценивают Дебилы, мля Это все Навальный То есть, извините, берлинский пациент виноват Да, развращает Россию Теперь даже глубинный народ Внезапно узнал о существовании непонятных ёршиков Для каких-то загадочных унитазов Вот смотрите Вдруг возник вопрос у нас Что ж такое унитаз? Нам не справить в нем нужны Если в хаоте нет воды Никогда водопровод К нам никто не подведет Унитазы до звезды Раз в избушках нет воды Так что, может, запишем в госпрограмму Что к 2030 году поставим всем в России унитазы? Это бессмысленно, Владимир Владимирович Вы же сами слышали У них в домах воды нет Так что делать? Развивать идеи чучхе Примем закон, что глубинный народ Должен опираться на собственные сортиры скворечники Ну что ж, чучхе так чучхе Товарищ Ким Пут-Ин у аппарата Вован, привет! Это Лукачен Ты зачем у меня мою идею чучхе стибрил? Мне, Шура, идеи чучхе нужны, чтобы решить проблему с унитазами Для глубинного народа А ты бери пример с меня Я ж когда приехал из деревни Так сразу почистил туалеты в центре Минска Поздравляю Поздравлять, Вован, рано Тут проблема нарисовалась Чтобы окончательно дочистить эти туалеты Мне нужны деньги на золотые ёршики Совсем небольшой кредит Миллиарда на три Вы что, Шура, с ума сошли? Зачем вам так много на ёршики? Так ведь чучхе, Вован Народ знаешь, как на эту чучху реагирует После приезда товарища Кимирсена в село Трудящиеся вышли на рисовые и суходольные поля И удобрили их огромным количеством собственной органики И при этом никто, в отличие от некоторых не особо сознательных белорусов Не скулил насчёт повышения пенсионного возраста Удобрали не хуже молодых Вот что такое чучхе, товарищи Ставлю чёткую задачу В чучхейском соревновании этой пятилетки Мы должны жесточайше обставить нашего заклятого друга Вована То есть Ким Путына Докладывай, Головченко, какие у нас резервы? К сожалению, товарищ Лукачен Наш народ всё ещё до неприличия много ест А я давно говорил, что эти протестуны Зажрались и с жиру бесятся Вон, например, в Северной Корее народ чем меньше ест, тем больше любит своего вождя А шо там у них в чучхейском меню? Собачатина Ты что, Макей, с дуба рухнул Они ж нажрутся на ночь с собачатиной с картошкой А потом с утра снова на меня брыхать будут Нет, я от своего шпица под нож не пущу А чем же тогда народ кормить? Я предлагаю кормить их безнесятиной Безнесятиной? А вы что, товарищ Головченко, забыли, как наш великий кормчий товарищ Лукачен На недавнем собрании чётко сказал, что будет вырезать всяких бизнесменов под корень? Шо, я такое бракнул? Да, вот я и думаю Зачем же добру пропадать? Я даже меню набросал Вот, отбивная из предпринимателя Вырезка коммерческая Котлеты по рыночному под социальным соусом Молодец, Кубраков! Немедленно составить план по заготовке безнесятины И ввести его в меню заводских столовых каждый четверг Но ведь с такими темпами забоя бизнесменов в стране никакой безнесятины не останется Что тогда жрать-то будем? Тогда возьмёмся за бюджетников За урачей и учителей? Они же тошчие А шо делать? Моим красавцам жрать же кого-то надо? Хе-хе-хе Мы находимся на площади имени нашего солнцеликого лидера Где сегодня пройдёт большой чучхейский пиратрах В соответствии с идеями чучхе И в целях борьбы с негативными общественными явлениями Здесь будет расстреляна из пушки подлая собака империализма Умело скрывавшаяся под личиной премьер-министра Степень вины этого бешеного пса беспрецедентна Из-за него в магазинах всё ещё недостаточно таких стратегически важных продуктов Как свежий мох, консервированный снег и прошлогодняя трава Ну что, Холовченко, доигрался? Товарищ Лукаченко, за что? Засрыл подготовки промователей рапортажа О нашей победе на чемпионате мира по хоккею Товарищ Лукаченко, виноват, готов искупить любой ценой Нет таким, как ты, прощения, Холовченко, от моего трудового народа Товарищ Солнцеликий, мля Может, мы по просьбам трудящихся его не расстреляем, а просто повесим? Ты шо, с ума сошёл? Сегодня ж ветер Если его повесить, он будет раскачиваться А времени на раскачку у нас нет Товарищ Лукаченко, общественность волнует вопрос Грозит ли нам голод из-за того, что провалены ваши гениальные планы по заготовке травы и мха? Как Солнцеликий, могу гарантировать, что ни один белорус от голода не умрут Наш доблестный ОМОН проследит за тем, чтобы в посмертном заключении голод, как причина смерти, однозначно указан не был И, кстати, за выполнение этого плана персонально ответственным назначаю тебя, Холовченко Товарищ Лукаченко, может, лучше всё-таки меня расстрелять? Не увеливай, заруби себе на носу, спрос будет жесточайшим Так что раздевайся и работай Ещё во время учёбы в университете Ким Ир Сен написал полторы тысячи книг за три года То есть примерно по пять книг в день Вообще-то, по традиционной математике, получается, что Великий Вождь писал не по пять, а всего по полторы книги в день Но такие расчёты не соответствуют идеям Чучхе Сказано, что по пять книг в день, значит, по пять В этом и состоит главная сила чучхеизма, сумевшего поднять экономику на невиданный до селе уровень Вот, товарищ Лукаченко, руководствуясь идеями Чучхе, мы наконец-то решили проблему количеством ваших президентских сроков Шо? Наконец-то догадались объявить меня пожизненным президентом? Даже дольше! Что значит «дольше»? Это как? Как и положено в Чучхе, где давно уже покойный Ким Ир Сен по конституции Северной Кореи является вечным президентом Да, если мы вас тоже объявим вечным президентом, то никто вас больше не упрыгнёт, что вы держитесь за своё президентское кресло синими пальцами даже после смерти А при чём тут этот саркофаг? А это, товарищ Лукаченко, ваше новое рабочее место Можете ложиться прямо сейчас Народ давно мечтает вас там видеть, особенно если на пару с Ким Путыном Нет, Головченко, мы с Вованом ещё немножко почучхеем Дворец я шикарный построил Я буду отрываться там с братвой А мой проект слегка другой Я тоже у Минского мора Крутых розидянцей настроил За всё заплатит пусть народец мой А сам питается травой Плевать нам на то, что им нечего жрать Мы в битве с народцем смогли устоять Народец обязан нас обожествлять Не мешая стоять у руля Европа клеймит нас позором Ложил я на запад с прибором И раз я стал для них вообще изгой Слышь, Гес, и хрен с тобой Довольно вам, Шура, метаться Нас ждёт в изоляции братство Давай мы вместе их пошлём с тобой Я ж вован на веки твой В борьбе против всех мы должны устоять Контакты с Европой пора разрывать Нам старые сроки пора обнулять По-чучкейски начнём управлять Меня называть стали вором Ложи ты на запад с прибором Ведь ты швабанну прям, как я, изгой Значит, братья, мы с тобой Жесточайше мы с тобой Не изобрели ещё такого бранного и матерного слова Что передавало бы весомо все нюансы нашего дурдома Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова